Буксующий сбор биометрии у россиян качество данных для банков не очень считает Минкомсвязи. В чем проблема и насколько безопасен этот сбор, учитывая череду афер с электронными подписями. Качество биометрических данных для банков оставляет желать лучшего. К таким выводам пришло Минкомсвязи, как банки собирают биометрию, и насколько все это безопасно, особенно в свете мошенничества с электронными подписями. Михаил Сафонов подробнее. Ситуация. У человека в банке взяли биометрию. То есть сфотографировали и записали образец голоса, попросив произнести несколько цифр. Данные внесли в общую базу, и когда система заработает, то клиент сможет удаленно совершать любые операции. Оформить кредит, перевести деньги на другой счет, в том числе в другом банке. Достаточно иметь либо смартфон, либо компьютер с веб-камерой, чтобы система узнала пользователя. А теперь реальность, о которой сообщил коммерсант. Когда человека фотографировали, за его спиной видна реклама банка, например, лицо известного актера. И что будет думать система? Кто из них двоих клиент? Тот, кого и хотели сфотографировать? Или актер? Возможно, выдаст ошибку. Или взять запись голоса. По идее, это надо делать с помощью хорошего микрофона. Но вот как сбор биометрии происходит в одном из крупных банков, рассказывает москвичка Дарья. Менеджер попросил меня посчитать от нуля до девяти и обратно на картридер. Это у них такой микрофон. Сфотографировал на веб-камеру и полагают, что позади меня все-таки виднелись другие люди. И, собственно, само отделение уточнило по поводу голоса. Сказали, что в любом случае идеальной тишины не будет, а тембр голоса аппарат при таких условиях все-таки распознает. И достаточно только этого. Впрочем, Минкомсвязи вроде взялось за дело и опубликовала приказ. Там и характеристики микрофона, и требования, чтобы на фото обязательно были оба уха, подбородок и макушка. И еще много пунктов. Но интересно, коснется ли это Сбербанка. Он собирает биометрию самостоятельно, без помощи регуляторов. У него своя платформа. И еще вопрос, попадут ли данные Сбера в единую базу. А без участия крупнейшего банка она будет, мягко говоря, неполная. Тут два аспекта. Первый. Герман Греф считает, что его система более продвинутая, чем та, что запустили ЦБ и Ростелеком. Второй же аспект. Скорее материальный. Сбербанк в обозримом будущем рискует лишиться части клиентов, которые смогут легко, удаленно уйти в другие банки. Мнение младшего директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт-РА» Ивана Уклеина. Даже из отдаленного поселения, где есть хотя бы один банк, у человека не будет уходить много затрат ни времени, ни сил, ни денег. То есть достаточно будет иметь просто какое-то устройство с выходом интернет, один раз пройти идентификацию и получить доступ к очень широкому набору финансовых услуг. Крупнейший банк – это чуть ли не единственный на текущий момент игрок, которому все это не очень выгодно. Следующий момент касается безопасности. Практика показывает, что мошенники часто идут на шаг вперед. Сегодня банки собирают биометрию, а кто-то, возможно, уже придумал, как этим воспользоваться. Даже не нужно приставлять к человеку пистолет, чтобы заставить его идентифицироваться по голосу, лицу и перевести деньги. Есть современные технологичные способы фальсификации. Они пока скорее на уровне экспериментов, но они уже есть, комментирует ведущий антивирусный эксперт лаборатории Касперского Сергей Голованов. Есть какие-то методы обхода, то есть распознавания, например, отпечатков пальцев для телефонов, которые используются. Либо те же самые камеры, которые умеют распознавать лица. Да, естественно, можно сделать какую-нибудь там маску, и камера тебя узнает. Но поймите, что все эти технологии часто просто имеют такой академический интерес. Можно там взять 3D-принтер и напечатать на нем отпечаток пальца, например. Ну, да, можно, но это все единичный случай. Но дело не только в технологиях. Взять недавние примеры с электронной цифровой подписью. Оказывается, кто-то, имея на руках скан паспорта, может получить цифровую подпись за другого человека. Почему бы не допустить, что кто-то, сговорившись с сотрудником банка в каком-нибудь небольшом отделении маленького города, не сдаст биометрию за чужого человека, а потом представится системе и переведет чужие деньги себе. Ну, или возьмет кредит и так далее. Это будет даже похлеще, чем ЭЦП. Уведенную на чужое имя недвижимость или бизнес есть шансы вернуть. Снятые в банкомате деньги практически невозможны. И, наверное, об этом в первую очередь надо сейчас задумываться регулятором, прежде чем строить цифровизацию в отдельно взятой стране.